Однажды один молодой человек принес телевизор в дом, и вот он сам рассказывает уже. Отец заходит в комнату на второй этаж. Сынок, убери это искушение. И я, говорит, встал. Было время, я слушался отца, а сейчас, говорит, я встал. Отец, мне лет уже достаточно. Я хочу и буду смотреть. Тогда он берет телевизор и был готов, говорит, на моих глазах его выкинуть со второго этажа. Я, говорит, схватил табуретку, и меня Бог сохранил, что я, говорит, не ударил отца своего. Я, говорит, такой злой был, говорит, на него. И, говорит, ее кинул в сторону и побежал. И я, говорит, бегу из дома. А отец, говорит, бежит за мной с ремнем. Он, говорит, взял ремень, чтобы меня, говорит, там отпороть. А я, говорит, бегу, говорит, по улице. Говорит, все мне, говорит, так злит, говорит, прямо ненавижу, говорит. Восстал против отца. И, говорит, вдруг я очнулся в колодце канализационном. И я все понял, провалился. Покаялся, с отцом примирился. Понял. Молодежь. Вот как бывает для нас, очень служителей, жалко смотреть. Какие позиции? Вам дальше дело продолжать народа Божьего? Дальше трудиться и делать то, что отцы нам передали. Устроять славное строение, чтобы еще это было лучше и краше. А когда вносится что-то чуждое, когда действительно порядок Божий не устраивает людей, это путь корея. Не зренится такой человек. Недолго он просуществует. Бог может мгновенно вмешаться. И будет для него очень прискорбно. Угаснет его духовная жизнь. Потом им будет тяжело ему доказать, написано, не написано. Они будут утверждать, что не написано. Они будут говорить, что это все традиции. Или, может быть, ваши выдумки. Но есть Дух Святой. Есть те, которые поставлены. Есть отцы церкви. И как бы путь корея, он не утверждался в наших церквах. Через нас. Потому что это путь, это путь в преисподнюю. Подписывайтесь на наш канал Примеры из жизни и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог! Продолжение следует...